В суд идёт, прошу встать. Наша страна от малого до старого ждёт и требует одного. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Требует наш народ одного. Раздавите проклятую гадину. Застав специального присутствия. Председатель Вышинский Андрей Януарович. И вдруг я почувствовал леденящий душу холод. Холод стоял в зрачках Вышинского. Проступал сквозь стёкла очков. Этот холод был в лице, в голосе, в обращении. Чего он хочет, этот человек? Он сволочь несусветная. Гладить по головке врагов народа мы не намерены. Врагов народа жалеть не будем. Прокурор Вышинский узаконил презумпцию виновности. Каждый подсудимый преступник – продажный агент империализма. Процесс над Николаем Бухариным и 20 другими деятелями начался в марте 1938 года. Как и на других позадательных процессах, обвинение возглавлял Вышинский. Он представлял государство из Сталина. Процесс, который всколыхнул весь мир, снимался на киноплёнку. Собственно, я вас прошу сказать. Обвиняемого Бухарина на кадрах не видно. А вот Вышинский запечатлён целиком и полностью, со всеми своими выступлениями. В марте 1938 года проходит третий показательный процесс – Бухаринский. И Сталин решает... Суд идёт, прошу встать. Ровно год назад, товарищ Сталин, анализируя все недостатки нашей работы, пришёл к выводу, что изменники троцкисты и бухаринцы должны быть ликвидированы. Это указание он поместил в статье, в которой уделил пару слов уклонистам, вредителям, шпионам и прочим. Прочим троцкистам и бухаринцам. Ваша честь, весь правый троцкистский блок, руководство которого арестовано, не является политической партией. Это не политическое движение. У этого блока не имеется идеологического содержания, ничего интеллектуального, в отличие от других деятелей этой клики. Теперь всё это утрачено, давным-давно исчезло. Истлело в смрадном, отвратительном шпионском подполье. В смрадном, отвратительном шпионском подполье. Это та же пятая колонна. Это та же пятая колонна. Тот же Пуом. Тот же Кук-Лукс-клан. Кук-Лукс-клан, который открывает двери врагу, снайперу тайной чистки, который собирается помочь врагу захватить наши города и деревни, который намерен содействовать поражению своей собственной страны. Ясно, что эти так называемые хозяева должны быть безжалостно сокрушены и уничтожены. Правда, некоторые из подсудимых, как вы помните, особенно подсудимый Бухарин, не делали на этом процессе ни одной попытки сохранить лицо в подобной ситуации. Бухарин любит, как я должен заметить, изображать из себя теоретика, марксиста, даже ортодоксального марксиста. Бухарин говорит, что Бухарин бесстыдно лгал в 1918 году, когда открещивался от левых коммунистов. Бухарин и сейчас лжет перед судом. Бухарин знал о плане ареста Ленина, Сталина и Свердлова, а тот, кто знает о плане, непременно воплотит его в жизнь. Кто готов применить силу, тот готов и совершить убийство. Это организация шпионажа, диверсий, вредительства, политических убийств и распродажи своей родины врагам. Гогоби и Булановы, Кристинские и Розенгольцы и Крамовы и Хачаевы и Шаранговичи под руководством Троцкого, под руководством Германской, Японской, Польской и других разведок делают свое черное дело по приказу своих хозяев. Не только в нашей стране, но и в Китае, и в Испании, всюду, где идет классная борьба трудящихся, где идет борьба честных людей за подлинную свободу, за подлинную демократию, за настоящую подлинно человеческую культуру. Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополоком, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа. Карты раскрыты полной, хотя и тропленные карты. Вам нужны территории. Зачем вам браться с Англией, Америкой и Францией из-за колоний? Вы можете превратить СССР в свою колонию, по крайней мере, ее цветущие окраинные республики или даже Украину? Мы, ваши слуги покорные, готовы вам отдать территорию советской земли за те золотые марки, которыми вы поможете нам вести свою подпольную работу. Вот они, эти элементы. Вот они, эти лазутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы. Они даже сговаривали о том, как этих, кто откроет фронт по их собственному приказанию, отдать под суд и судить, чтобы сыграть, как выразился синично Бухарин, на патриотических лозунгах. Я вам процитировал, товарищи судьи, на одном из заседаний судебного следствия также то показали Бухарина, где он говорит о поднимающейся, огромной, а высоко уже поднявшейся волне советского патриотизма, который не позволит играть своей страной никому и никогда, который не позволит замышлять измену в своем доме безнаказанно, который за каждый шаг эти подлые измены потребуют расплаты, головою, жизнью изменников. Они готовят измену, они готовят открыть фронт нашей страны, они готовят открыть границы нашей страны, они готовы открыть широко ворота иностранному завоевателю, но они хотят изобразить это дело так, как будто это черное дело каких-то иных, чужих рук, против которых они, видители, вот эти вот иезуитые фарисеи, эти иуды-искариоти и Василий Ишуйский, «Пусть приговор прозвучит как удар грома, как свежая очищающая гроза советского правосудия». «Наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного, изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять как поганых псов. Требует наш народ одного, раздавите проклятую гадину». Бухарин знает приговор еще до зачтения его судьей Ульрихом. В своем последнем слове он выражает верность партии. Он говорит, «Товарищи, когда вы понесете знамя коммунизма к победе, то знайте, на нем есть капля и моей крови». Приговор Установлено, что в 1918 году Бухарин и группа левых коммунистов, а также Троцкий и левые социалисты-революционеры, организовали заговор против советского правительства с целью сорвать Брестский мирный договор, арестовать и убить Ленина, Сталина и Свердлова и создать новое правительство. «Бухарин Николай Иванович, Рыков Алексей Иванович и Егода Генрих Григорьевич приговариваются к высшей мере наказания, расстрелу, а их имущество передается государству». Просто опускались в могилу. Май 1928 года. Открытый судебный процесс, проходивший в колонном зале Дома Союзов, должен был показать, развал экономики молодой страны советов происходит по вине вредителей. Ведущие инженеры и техники шахтинского района Донбасса, всего арестовано 53 человека. По версии следствия, организовали взрывы на шахтах и портили оборудование с целью сорвать рост социалистической промышленности. Собственно, никакой версии и не было. Было прямое указание. Задолго до процесса на московской партийной конференции выступил Сталин. Факты говорят, что шахтинское дело есть экономическая контрреволюция. Следовательно, оставалось только, говоря языком шахтеров, добыть эти факты. Вышинский сразу же понял свою роль в этом спектакле. Каждый честный прокурорский работник ощущает в самой резкой форме необходимость окончательно добить затесавшихся в наши ряды врагов. Вы приглашены в качестве свидетеля по делу контрреволюционной организации Союза инженерных организаций промпартии. Декабрь 1930 года. На сцене колонного зала новый спектакль. Теперь это театр превращений. Известные ученые, инженеры, теперь не просто буржуазные спецы, не просто вредители. Они шпионы и диверсанты. Это уже вылазка внешнего врага. Это уже интервенция. И самое страшное, самое непостижимое. Они даже не пытаются защищаться. Они подавлены, сломлены. Они молят лишь о пощаде. Я все цело передаю себя полетатскому суду. Как он найдет, нужно вступить со мной. Это я, очевидно, и заслужил. Я скажу только, граждане судивши, если вы найдете целесообразным и нужным сохранить мою жизнь. Я даю вам слово, что весь остаток своей жизни, все свои технические знания, всю свою любовь к труду. Я отдам на то, чтобы исправить и скупить свою вину. По доносу Лышинского. И Лышинский, у него не будет больше соперников среди судебных ораторов, подберет для новых врагов народа новое хлесткое словечко. Калинникова Ивана Андреевича к высшей мере социальной защиты расстрелу. Черновского Николая Францевича к высшей мере социальной защиты расстрелу с конфискацией всего имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Об этом в нашем сюжете расстреляны списки Сталина. Готовили списки в НКВД. С резолюцией партийной верхушки списки передавались в военную коллегию Верховного Суда. Машина правосудия должна была работать так, чтобы все пометки и комментарии выполнялись незамедлительно. Из постановления ЦИК и СНК СССР о внесении изменений в Уголовно-процессуальные кодексы Союзных Республик от 1 декабря 1934 года. При рассмотрении дел о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти. Следствие заканчивать в срок не более 10 дней. Обвинительное заключение вручать за одни сутки до рассмотрения дела в суде. Дела слушать без участия сторон. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора. Списки оказались реальностью. Их рассекресили в 1998 году. Всего в списках 43 768 фамилий. Они были аккуратно отпечатаны на машинке, составлены по алфавиту и разделены на категории. Первая категория означала расстрел. Вторая – от 10 до 15 лет лагерей. Сталин подписал 357 списков. Молотов – 372. Каганович – 188. Ворошилов – 185. Жданов – 176. Микоян – 8.